приветствую тебя мой дорогой друг у микрофона дэн и у нас обзор приватного чит меню для gta онлайн под названием flame меню данный софт обновляется регулярно разработчики не забывают его обновлять с выходом патчей он работает как на steam версию так и на social club версию данное меню не имеет прокачки это нет возможности крутить уровень крутить деньги поэтому про это пока думать не стоит так как сейчас нету легальных точнее как легальных безопасных способов прокачать аккаунт разработчики данного софта не добавляют воду тех пор пока не появится возможность делать это максимально безопасно чтобы юзеры не улетели в бан поэтому его пока здесь нет ну что же давайте уже туда перейдем собственно к просмотру ролика ссылка на сайт разработчика будет в описании заранее говорю что мне никто не платил я снимаю просто чтобы показать вот такая вот хрень есть ну и как собственно защищаться от читеров которые бывают нападают тут есть очень хорошая защита но это уже все в ролике так что вот как то так да все поехали да я уже сказал что это мне не заплатили это за свои бабки попал то что поехали и так переходя в меню мы получаем очень много различных функций начиная от опций игрока таких как свободная камера мы можем свободно перемещаться по карте наблюдать за людьми очень странно на самом деле отображается это окей окей ага понятно то есть свободная камера это у нас по сути ноу клип то есть включая особо смотри то есть теперь свободной камерой можно вот так вот перемещаться по карте выключаем и получается это ноу клип окей подняться вверх у нас control это вот так вот понятно то есть мы также можем увеличить скорость перемещения ну например обычная скорость у нас на 5 и увеличенная будет на 20 то есть вот так вот можно перемещаться вот так вот через текстуры через карты мы можем летать и собственно перемещаться без транспорта также у нас есть обычная неуязвимость это когда мы можем хернуть себя ракетами под ноги нам ничего абсолютно не будет также есть полу бессмертия она защищает нас от частичного урона но взрывы я так понимаю нам все равно приходят то есть берем рпг да и собственно покончили с собой примется в принципе что и стоило ожидать окей так далее полу бессмертия есть супер прыжок ну типичная функция мне кажется на есть данным не только в данном меню ну и в большинстве других меню ну посмотрим что у нас еще есть ультра прыжок то есть это прям ну в общем вот такая вот штука это так это понимаю это стоит использовать только с бессмертием иначе будет все плохо можно включить невидимость отключить физику я так понимаю если мы сейчас подпрыгнем то то есть мы не получаем урон когда прыгаем и приземляемся умер можно уменьшиться но мы все равно как-то по воздуху ходим у скорость бега можно поменять скорость плавания можно изменить езда под водой очиститься то есть мы можем при получении урона очищать нашего персонажа всеобщий угнор самоубийца опции розыска можно накинуть себе звезд можно сразу 5 звезд а можно сбросить розыск можно опять себя поставить и сбросить ну вот как-то так она сбросить уровень нам это не дает окей ладно можно включить регенерацию что в принципе очень классная штука можно восстановиться до уровня 100 процентов и выбрать скорость восстановления то есть например ставим единичку получаем урон ну там прячем получаем какой-нибудь урон и восстанавливаемся потом постепенно можно восстанавливаться только в укрытии то есть мы получаем урон и восстанавливаемся уже в укрытие ну собственно выбираем скорость восстановления в принципе функция для повседневного так сказать читерства подходит ну у нас есть раздел одежды перемещать различные компоненты одежды элементы текстуры возможность сохранять костюмы заранее ну и собственно вот тут у нас уже есть какие-то пресеты но юзать я их не буду так как персонаж одет в принципе мне нравится как он одет в общем вот как-то так так у нас есть меню анимации то есть различная анимация можно остановить анимацию а что с контроль анимации а то есть смотри можно делать вот так даже но х ни хрена себе а так можно было ладно остановим анимацию так у нас есть сценарий это у нас что она делает ага мы тоже можем выполнять определенные выполнять определенные сценарии это меню походки можно передвигаться как бомж но вернем обратно так можно сменить модель выбрать какую модель мы хотим и собственно сброс модели но после этого вам придется перезаходить игру так как модель ваша забагается ну и потом будет проблематично также модель которую мы выбираем она также потом имеет те же свойства тот же урон который можно использовать например там ну там у той же собаки она будет грызть и так далее там есть у нас еще специальные опции это был шарк скрыться с карты сбросить когда орбитальной пушки то есть можно херн начать орбитальной пушкой без ожидания силовое поле довольно интересная функция сейчас ее продемонстрируем ну силовое поле во смотри то есть можно вот таким вот образом наводить суету все отлетает от нас также режим полета а как он работает полета режим как это было интересно как режим полета я так и не понял но есть стрельба глазами то есть на правую кнопку мыши можно вот так вот творить чудеса вот как то так так какие что у нас еще есть flash то есть создается такое вот еще как эффект бега правда инерцией нас немного заносит поэтому надо бегать осторожнее то есть от скорости конечно так ходьба по воздуху то есть смотри мы можем вот так вот прыгать и подниматься выше обесточить город ну пока это наверно не видно но тут потом можно исправить это надо поменять а как дыхание огнем то включить ну давай дыхание огнем как это работает ладно эта функция видимо пока не работает так можно изменить персонажа включить выключить пассивный режим в принципе удобно вызвать арка бандита вызвать террбай то есть можно отсюда выполнять запросы различных транспортов так сброс некоторых таймеров с нет лимит сессии на взрывчатку что в принципе неплохо разрешаем себя хвалить репортить можно отключить тревогу в казино что позволит вам пройти наверное миссии казино без каких-либо проблем так разрешить запрещенные локации то есть мы сможем посещать различные интересные локации бесконечной жизни команды кстати очень полезно для прохождения ограблений то есть если нужно пройти ограбление и у вас с этим есть проблемы то что рандомные дурачки всякие умирают каждые несколько секунд то в принципе это подойдет это неплохая тема скрипты острова можно отключить отключить когда ракет подводные лодки что в принципе очень неплохо так онлайн опции так репорты можно тут манипулировать я так понимаю репортами менять значение банк можно перевести наличку в банк или банк с налички все в нау все в банк в принципе удобно службы запрос боеприпасов вертолетов воздушные атаки опции read можно подключить подмену read кстати очень неплохая функция когда вы играете с читерами в сессии чтобы они потом вас не стал кирилле опция очень нужная в большинстве счетов я ее не замечал и это на самом деле печально также есть подмена read можно включить подмену ставить из буфера обмена там например ввести вручную или использовать какие-нибудь пресеты и когда какой-нибудь нехороший человек захочет вам насолить в дальнейшем он просто будет присоединяться в никуда окей подмена ip адреса также есть манипуляция сессии новая сессия сессия по приглашению то есть можно из менюшки в синглплеере например или уже будучи в сессии переключиться в какую-нибудь из сессии также новая открытая сессия создает для вас открытую пустую сессию так смена ника тега это можно делать только в сюжетном режиме меняем ник и заходим в онлайн подмена статистики но тут конечно не знаю в большинстве случаев это может вызвать бань баны и неприятные всякие последствия так чс можно активировать час и сюда вносить игроков которые когда будут к вам подключаться они автоматически будут кикаться они будут кикаться крашится ну вот kick или crash можно выбрать черный черный список транспорта не исключает друзей например кикать из транспорта взрывать транспорт кикать из сессии ну и сюда можно уже добавить любой транспорт например опрессора который вас могут задалбывать режим прицеливания геймпад так разрешиться в закрытом лобби забрать скрипт хоста автоматически забрать скрипт хоста забрать хост сессии следующий хост сессии снять бан в организации не кикать за афк кстати функция полезная пожалуй включу отображать говорящих в принципе штука удобная если какой-нибудь школьник задал бывает вас в голосовом чате очень классная тема очистить сессию точно я не знаю что будет с игроками при очистке сессии либо вы улетаете в обычную связь на как бы пустую открытую сессию либо все игроки крашатся или кикаются вот тут я пожалуй не знаю и проверять на обычных игроках я бы не стал далее у нас есть режим защита можно переключить всю защиту или же переключать такими вот методами также у нас есть от анти краш отключения моделей блокировать force сессии force каста автоматически блокировать и венты anti connect и вот у нас уведомление защит то есть при атаке на нас можно посмотреть кто у нас атакует также у нас есть онлайн игроки можно например внести в чс крашнуть ремонтами краш на синхронизации копировать рид дружественные опции дать оружие скрыть метку можно метку скрыть можно отключить розыск удалить прикрепленные объекты что в принципе очень полезная тема потому что бывает такое что на ваших друзей могут наклеить всякого говна и одних потом очень сложно избавиться от этих предметов другу приходится перезаходить там менять сессии не вариант потому что тут прямо вообще жопа также можно выдать полу бессмертия телепортировать в квартиру телепортироваться в квартиру насильно вступить в сел также у нас есть опции спавна можно вызвать нашему другу какой-нибудь супер кар например давай что у нас тут есть вот машинка она конечно отлетела потому что включен режим также можно у нас тут спавнить пикапы аптечки прочее прочее спавнить клонов спавнить врагов можно например вызвать пуму которая ничего не делает так также у нас есть троллинг опции взорвать а почему не могу себя взорвать ну ладно ну в принципе как то так а наверное у меня какое-то бессмертие включено силовое поле трясти камеру зациклить огонь зациклить воду выгнать из с так транспортного средства а еще вот кстати сброс камень камеры отправить репорт спам уведомлениями наверное на меня она действовать не будет наверное нет меня на действовать не будет кикнуть из организации бан в организации или посадить в клетку в 2 тут точно а заблокировать пассивный режим то есть можно человеку не дать включить пассивный режим и таким образом например если какой-то грифер который летает на опрессоре вас задал бывает а потом уходит в пассив ну в общем можно его раскидать будет таким образом заблокировав ему пассивный режим то есть можно таким вот им образом его убивать прикрепить объект езду на игроке трахать в лицо трахать в зад спам ошибками спам звуками она получится а вот да работает то что ж такое готовлять так спам ошибками отлично работает прямо как как надо спам звуками работает лаги 1 фпс пожалуй не буду через черный экран не буду а если сбить да можно сбить дать уровень розыска можно ну в общем опции транспорта то есть двери то есть у нас сейчас получается силовое поле поэтому урона ними не наносят наверное то есть также можно управлять транспортом развернуть заморозить там починить множество различных опций есть у нас так все игроки это у нас можно включить и спи исключая друзей например можно их за фризе дать оружие забрать оружие взорвать кикнуть убить убрать розыск прикрепить объект телепортировать зациклить воду зациклить огонь трясти камеру скрыть метку всех игроков посадить в клетку телепортировать на остров черный экран кик из организации бан в организации выгнать из транспортного средства сбить крашеной синхронизации eclipse tower и в маринг это я так понимаю их всех кинет на крышу здание бывает такое что иногда меню крашит игру но тут такое дело что предугадать на самом деле сложно но перейдем собственно к спауна автомобиля у нас можно заспаунить машинку также перейти в сохраненных у нас нет можно сменить номерной знак почему это прям прям моментально меняется поставить turbo дым от покрышек сыном не он можно сразу так так спойлер поставим какой-нибудь ну типа то есть можно вот так вот прям на ходу тюнить машину я не заморачиваюсь над чем как еще затюнить но просто показываю что можно делать собственно с этой машиной на жители можно увеличить освещение или крутящий момент что нам даст теоретически должно было было нам дать больше мощности но окей а если так ни хрена сразу нет это не помогает можно также открыть двери закрыть все двери окна то есть можно у нас закрыть можно пооткрывать все окна также их можно обратно закрыть и у нас есть классная штука называется автопилот например выбираем нам нужно например вот сюда включаем автопилот включить и автомобиль она собственно едет на точку можно ему рашид поставить включить ну он по идее должен объезжать то есть в данный момент я вообще не управляю машины если она едет сейчас сама вот я в браузере сижу до а тачка на самом деле едет интересно если я камеру включу то есть она автоматически управляется ну таким вот образом то есть можно включить такой вот автопилот чтобы не телепортироваться а вот так вот доезжать по честному ну или почти честному методу так опции к рога боб у нас есть спец опции т.с. один нахер так можно прикрепить парашют прыжок ракетный давай сначала ой давай ты успокоишься уже хорош все 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 успокоишь ты иди нахер ты болен автопилот надо выключить потом пытается протаранить магазин то есть можно например машинке дать вот такой вот вот такой вот парашютик это наверное надо отключить вот эти вот вот так вот вот понятно то есть можно вот такую хрень творить окей вооружение можно добавить мы можем установить безлимитные ракеты опрессора или же на другие транспортные средства интересно личный транспорт можно телепортироваться в личное транспортное средство и уничтожить его это инки тоже какой-то момент с личным транспортом можно например запомнить я так понял и а если призвать к себе а ну она типа должна будет приехать ко мне ухты смотри как классно интересно то есть можно вот так вот отойти далеко и призвать к себе машину нифига себе вот это кстати прикольная тема окей ладно так рампа прозрачность можно добавить рампу ну собственно сделать ее например нулевую прозрачность 0 все теперь она невидимая ну в принципе да неплохо так ремонт можно отремонтировать машину то есть я ее покалечивала отремонтировать протюнговать то есть авто тюнинг машины протянувать ходовую управлять нулевую так ну давай уютную мать вот это вот кстати вот за так хоккан можно конечно получить парочку репортов за такую хрень лучше такое не спавнить так то есть можно создать байк и также его призвать к себе интересно а ну давай то есть байк приезжает к нам сам горящий байк прикольно не прикольно а чё с ним такое какой-то дрифтовый прям совсем понятно удаляем так что еще есть мк так зациклить ремонт можно случайная окраска а прям это можно этот словить приступ эпилепсии а вот такой вот плавный в принципе уже лучше так окей что здесь а тут у нас и да все цвета то есть типом они синхронятся радужный не он вот это уже неплохо сотри то есть под цвет машины у нас меняется еще и не он интересно радужные фары также повору есть поворотники ремень безопасности так отключаем коллизию воздушных транспортных средств прожег неувязвимость невидимый транспорт интересно а спидометр у нас появляется рядом так графический это как ухты слушай вот этот прикольно то есть прям какой-то нфс и вот это кстати неплохо такая ну неплохая тема выглядит кстати неплохо очень даже водно номер спидометр но номерного знака у нас данный момент нету прям форсаж какой-то слушай так езды по стенам вот это кстати можно попробовать интересно ах как это работает так как это должно работать по вашему сейчас посмотрим как это должно работать может надо какой-то стене подъехать она заедет на нее хотя я не уверен видимо нет флайхак скорость ускорить транспортное средство вот это неплохо да это годно так оружие транспорта что у нас тут есть а у нас есть ракеты а как они работают ага на control я понял окей интересно то есть тут сразу уходит залп такой прям жесть ага ну окей а что мы можем выбрать танк что окей а что еще есть фейерверки у нас есть еще пушки а я понял то есть у нас есть сноуболлс интересно а что еще можно выбрать у нас вау я такого еще кстати не видел это вообще откуда вот такой типа замес а и все и не работает все пушка сдохла но не порычет ладно видимо забаговали так у нас есть также дрифт мод это включение на shift то есть можно вот так вот задрифтовывать так чтоб тебя вот смотри вот так вот можно в дрифте катать это кстати очень классная тема не во всех читах она есть но вот тут кстати она все таки есть это хорошо тема прикольная так давай починим тачку так не уязвимость так 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 сейчас зациклить ремонт вот кстати когда зацикливается ремонт происходит нечто очень странное с машиной не знаю получится сейчас или нет то есть вот такая вот тема получается очень 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 странная так дрифт мод есть тут есть несколько видов дрифт мода один настраиваемый а другой просто на shift ну то есть вот так вот так снять тюнинг можно убрать тюнинг у нас в принципе вернуть машину в исходное состояние удалить машину ну и собственно все так у нас есть триггер бот включим его на ботов давай вот вот тоже включимся на ботов пусть будет радиус увеличим не знаю как тут она будет работать наводиться на игроков стрелять автоматически отпустим можно еще и автоматически стрелять это интересно и садо им оружейное оружейный магазин раскладки оружия модификация оружия без перезарядки можно бесконечные патроны то есть вот так вот автоматом раскидывать всяких недоброжелателей можно что у нас еще есть убивать одним попаданием мега удар патроны дробовикам быстрая перезарядка огненные патроны интересно то есть мы создаем вот такого пламя бля колеса пробили наш зациклил ремонт должно починиться так окей радужное оружие чего я не знаю что должно быть но может цвет будет менять я не уверен гравит пушки миниган пуля призрак а пуля пуля призрак это что на я понял смотри мы можем вот так вот то есть умирает все вокруг интересная штука для прохождения наверно каких-то миссий чтобы не запариваться так импульсные патроны так стрельба транспортом интересно наверное своим ботом это не работает а если отключить aim опции не триггер бот выключить то он по идее должна будет работать так 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 бесконечные патроны видимо стрельба транспортом а гавоса 3 полицейскими крузерами можно включить и полицейский крузер а чё это не работает так что ли да а как это ну ух ни хера то есть это работает только вот таким вот образом я понял это уже что-то это интересно окей а если полицейскими крузерами будем стрелять интересно а давай вертолет попробую сбить этим ох нихера вот это интересно ну чисто по прикалываться возможно и сойдет но в сессиях открытых такой штукой страдать я не рекомендую это во первых очень палевно во вторых это может мешать другим игрокам быстро огонь выбрать патроны что это дает ага можно стрелять ракетами но это четко это не очень работает видимо так воздушный удар что это даст непонятно удаляющие оружие можно я так понимаю удалять предметы то есть можем вот так вот по риму вать все довольно неплохо если вы наспавнили всякого говна можно его вот так вот удалить ну или другое говно который заспавнил другой игрок также можно спавнить объекты различные также у нас есть вкладка другое можно выбрать в погоду буря а и меня в шатали но ничего страшного так учит ты какой-то прям вообще жопа а вот можно включить выключить снег то есть можно вот такой вот на самом деле по моему в большинстве в большинстве читов там типа вот именно снег как отдельная отдельная функция то есть типа если например то есть например если мы включаем снег да то есть это как отдельная она тут в принципе она в принципе она тоже тут отдельно то есть тут нельзя включить снег и потом дополнительно сверху выбрать какую-то другую погоду я так понимаю то есть например я не могу одновременно устроить вот такой вот то есть можно такой вот хрень включить ну сделаем обычно хочу напомнить что я играю в отдельной закрытой сессии поэтому такого вот типа делать не надо ну ты класс сотри то есть можно добавить деньги в сюжете отключить телефон пропустить кат-сцену очень полезная штука а также можно отключить туман вот таким вот образом это делается в принципе неплохо ну может быть даже фпс поднимает не знаю черная дыра на самом деле очень интересная штука включаем и понеслась то есть в небе создается огромная черная дыра которая засасывает в себя абсолютно все то есть заходите такие в сессию включаете такую хрень и народ охеревает от того что он начинает происходить но в сессиях открытых я не рекомендую такое делать поскольку ну вы вмешаете наверно другим игрокам это не очень годно не очень красиво поэтому лучше так не делать ёлки палки а если а если убрать ёлка ламан ну короче в закрытых сессиях эта штука в принципе довольно неплохо в принципе неплохо это интересно но в закрытых сессиях окей метеоритный дождь задержка 3000 а что значит задержка 2200 ага то есть это метеориты вот такая вот херня возможность создавать но они не исчезают я смотрю чёрную дыру мы можем убирать а вот метеориты я смотрю вроде как не можем это хреново на самом деле модификация воды так а чё машина машина всё уже да а она сдохла я понял ладно ну в принципе можно вот так вот как иисус отталкивать воду интересно насколько она сильно будет отталкиваться не в принципе им прикольно то есть типа но тут видишь вроде как дальше уже всё или нет но всё равно не накрывают всё таки накрывает ладно у нас есть эффекты экрана понятно скрин эффекты поезда ух ты ни хрена но я думаю не стоит так отмечать подключить запись так настройки телефона то есть можно изменить его положение интересно скрыть радар отображать фпс 75 кадров в данный момент так скрипт так можно подключать скрипты ну и собственно настройки в настройках у нас есть определенные возможности можно сохранить конфигурацию чтобы каждый раз не выставлять все ваши настройки это довольно удобно загрузить конфигурацию при входе то есть сохранили там загрузили уведомления биндов проверка игрока на смену модели показывать входящие сессии показывать входящих игроков так язык и темы тем у нас несколько вот таких вот ну и собственно даймонд у нас есть настройка ESP так ее надо как-то убрать а как от нее а вот мы ее включаем выключаем так положение по горизонтали можно сменить можно отключить отображение геолокации у кого игра будет крашиться возможно когда вы включаете просмотр игроков игра может крашиться поэтому можно эту функцию включить точнее отключить отображение геолокации и тогда ничего не будет крашиться можно сохранять лог-евентов лог-чата лог-консоль лог-консоль не совсем понимаю что она будет отображать задержка скроллинга задержка ввода ну вот как-то так то есть дата сборки вот вся информация в принципе есть так что вот как то так в принципе сам по себе чит неплохой но у него есть некоторые моменты которые хотели хотелось бы чтобы разработчики исправили в общем это был обзор на флэй меню ссылочка на сайт разработчиков будет в описании мне никто за это не платил это просто обзор приобретенного софта поэтому все как 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 есть так и говорил то что игра крашится очень часто меня наверное уже упомянул поэтому вот как то так всем спасибо друзья всем пока пока и